Юбилей под открытым небом весьма в духе студотрядовцев или бойцов, как называют себя представители молодежного движения. Праздничный концерт в честь 50-летнего юбилея трудовой молодежи Омской области прошел в парке 30-летия ВЛКСМ с размахом. Юбилейные мероприятия, они стартовали с самого начала года и год действительно насыщенный. Например, этот праздник, который мы проводим на открытом пространстве в городе, чтобы нас увидели, чтобы сюда пришло много ветеранов отрядного движения. И хотим это сделать традицией. Работа на Сахалине, олимпийские стройки – лишь часть проектов, которые войдут в память не только страны, но и омских студотрядовцев, внесших свою трудовую лепту. Достойный пример Олимпиады в Сочи, что действительно вся страна и в принципе это мероприятие для молодежи было. Олимпиада – это молодежное мероприятие, оно спортивное. Но для того, чтобы создать вот этот продукт, который мы выиграли, сколько потребовалось усилий, и молодежь здесь заняла свою нишу достойную. В рядах омских бойцов более 4 тысяч человек, которые в строю трудовой молодежи уже после реорганизации движения в 2005 году. За полувековую историю омских студотрядов собрался целый музей уникальных экспонатов. Со всесоюзных студенческих строек, коллекции знамен и значков. Их привезли ныне ветераны движения. Кто вот собрался, ну через все годы пронесли вот нашу дружбу. И вы знаете, не чувствуется то, что мы уже, ну скажем так, формально мы пенсионеры. А в душе, да, ветераны. А вообще нам, вот, наверное, внутренне, это нам 17-18, максимум 19 лет. Вот остались романтиками, остались, наверное, патриотами своей страны. И с надеждой смотрим в будущее. Всем молодым бойцам, вот, в 2000-х годах строя отрядов мы желаем, конечно, энергии, молодости. Потому что только молодость сможет сделать все. Молодому поколению все подвластно, все. И даже в свой юбилей бойцы не обошлись без дела. На интерактивных площадках представители студотрядов проводили конкурсы и демонстрировали единение и дружбу. Неординарный подход в работе площадки у путинных отрядов. Ловля золотых рыбок и поедание сахалинской икры. Мы работаем непосредственно на острове Сахалин, пригород Сахалина, пригород города Южно-Сахалин. Рыбоперерабатывающий завод, мы работаем там уже не первый и не второй год. Вот такую икру мы делаем на Сахалине и, безусловно, привозим ее домой, радуем своих родных и близких. Все на Сахалин! Особое внимание к памятной стене, где можно было оставить свою метку в день 50-летнего юбилея. После праздника бойцы отправились в путь на трехдневный межрегиональный палаточный слет в лагере «Березка».